Музыка Когда человек устраивается на работу, он обращает внимание на размер заработной платы, на престижность должности, на местоположение офиса и на многие другие параметры. Однако мало кто, выбирая место работы, заблаговременно беспокоится об уровне охраны труда в компании. А ведь это крайне важно. С вами капитальная грамотность и тема сегодняшней передачи «Охрана труда». Музыка Прежде всего давайте поймем, что имеется в виду под словосочетанием «охрана труда». Итак, охрана труда – это система правовых, социально-экономических, организационно-технических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, направленных на сохранение жизни, здоровья и трудоспособности человека в процессе трудовой деятельности. Другими словами, это система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников на работе. Охрана труда – очень важный аспект в работе предприятия. Даже есть специальная должность – инженер по охране труда, который ведет эту работу. Охранять труд рабочих предложили еще в далеком 19 веке. В 1818 году английский промышленник Роберт Оуэн предложил ввести положение о защите трудящихся и создать комиссию по социальным вопросам. А в 1864 году в Лондоне был основан первый интернационал Международное товарищество рабочих. 1919 год. Появляется Международная организация труда. Первая Международная конференция труда принимает шесть конвенций, одна из которых устанавливает 8-часовой рабочий день и 48-часовую рабочую неделю. Позже неделя стала 40-часовой. Список выходных пополнила суббота. Главные цели Международной организации труда – содействие социально-экономическому прогрессу, повышению благосостояния и улучшению условий труда людей, защита прав человека. Международная организация труда занимается разработкой согласованной политики и программ, направленных на решение социально-трудовых проблем. Принимает международные трудовые нормы, защищает права на труд и занимается другими вопросами, связанными с трудовой деятельностью. Конституционное право гражданина на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, корреспондирует обязанность работодателя обеспечить надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создать на них условия работы, исключающие воздействие вредных или опасных производственных факторов и возможность получения производственной травмы, профессионального заболевания или инвалидности. Поэтому работодатель обязан принять меры к тому, чтобы производственные здания, сооружения, оборудования отвечали требованиям, обеспечивающим здоровье и безопасные условия труда. Эти требования включают рациональное использование территории и производственных помещений, правильную эксплуатацию оборудования и организацию технологических процессов, содержание производственных помещений и рабочих мест в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами. Устройство санитарно-бытовых помещений и другое. Помимо этого работодатель обязан принимать меры по совершенствованию технологических процессов и модернизации технологического оборудования, механизации и автоматизации технологических операций, связанных с транспортированием ядовитых, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, внедрению систем автоматического или дистанционного управления оборудованием во вредных и опасных производствах и другие меры. Для организации работы по охране труда в организациях в случае необходимости создаются службы по охране труда или привлекаются специалисты по охране труда на договорной основе. Начнем с того, что любая организация имеет коллективный договор, в котором прописаны в том числе и условия работы их работников. Коллективный договор является основным локальным нормативным актом, в котором должны руководствоваться как работодатель, так и трудовой коллектив. Служба охраны труда занимается выявлением опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах, проведением анализа состояния и причин производственного травматизма, профессиональных и производственно обусловленных заболеваний, согласованием разрабатываемой в организации проектной документации в части соблюдения в ней требований по охране труда. Пожалуй, сегодня днем с огнем не сыщешь человека, который бы лестно отзывался об обязательных медосмотрах при приеме на работу. По мнению большинства, это очередная бюрократическая волокита, которую стараются пропустить или даже купить, лишь бы не тратить драгоценное время на стояние в очередях перед дверьми врачебных кабинетах. Но такова точка зрения обывателя, а вот работодатель смотрит на этот вопрос совсем по-другому. Если вы намерены стать космонавтом, вы знаете, какой отбор идет для этого. То есть человек должен быть абсолютно здоровый со всех параметров. Если человек устраивается на офисную работу, то смотрит другие параметры. Может быть, не столько соматическое его состояние, сколько выносливость. Работа способна зрения, конечно же, потому что большая часть специальностей в настоящее время связана с работой с компьютером. Поэтому, конечно, характер выполняемой работы и определяет уровень первоначального здоровья человека. Человек, устраиваясь на работу, в первую очередь должен пройти медицинскую комиссию. Понятно, что разный уровень здоровья у наших людей и далеко не самый лучший может быть на фоне экологической обстановки. Поэтому, прежде чем человека принять на работу, работодатель, конечно, должен обязательно провести его через медосмотр. Медосмотр для того, чтобы уточнить, соответствует ли его состояние здоровья той работе, которую он намерен выполнять. Проводится после трудоустройства на работу также и периодические медосмотры, которым занимается, возможно, даже медицинская часть предприятия, если такова имеется. Людям с большим стажем работы на производстве знакомо такое понятие, как профессиональное заболевание. Это заболевание, вызываемое вредностями и опасностями труда и производственного процесса, или нездоровыми санитарно-техническими условиями окружающего рабочего помещения. Считается, что 20% общих заболеваний являются производственно обусловленными. Существует определенный порядок фиксации несчастных случаев на производстве. Кроме несчастных случаев, также могут возникнуть профессиональные заболевания, в случае, если человек более 10 лет выполняет работу, связанную с вредными условиями труда. Такие, как шахтеры, предположим, они дышат пылью, у них развиваются профессиональные заболевания легких. То есть, для каждой специальности есть своя группа профессиональных заболеваний, для чего и проводятся периодические медосмотры, для того, чтобы вовремя проводить профилактику. К сожалению, на производстве бывают несчастные случаи. Прямая обязанность работодателя свести к минимуму возможность получения работникам травм на рабочем месте. Но если все-таки беда случилась, что нужно сделать прежде всего? Но если уж таковое случилось, то если это несчастный случай на производстве, то организовывается комиссия в составе представителей работодателя, инспектора по охране труда, представителей профсоюза данной организации, и проводится расследование несчастного случая на производстве, по результатам которой вносится акт по форме Н1 о несчастном случае на производстве. Данный акт является основанием для назначения выплат данному человеку, связанного с его трудовым уведением. Нередки случаи, когда работодатель идет на попятную и не признает факт несчастного случая, отказывается составлять акт и возмещать вред работнику. В случае, если работодатель отказывается составлять данный акт, не находит оснований для его составления, а стало быть отказывается в дальнейших выплатах возмещения вреда причиненному здоровью, то есть богатая судебная практика, по которой данный факт можно установить в судебном порядке. У меня был ряд таких дел, где именно судебным решением устанавливался факт несчастного случая на производстве, и, соответственно, это являлось основанием для принятия решения Фонда социального страхования для назначения данных выплат. Если просматривается факт трудового уведения, исходя из ситуации, которая на этот момент присутствовала, но работодатель отказывается фиксировать это специальными документами, актом о несчастном случае, то есть возможность в судебном порядке доказать данные обстоятельства. То есть, если по мнению работника есть основания думать, что у него трудовое уведение, обращайтесь к адвокату, я думаю, что он вам поможет установить данный факт. Большую роль в процедуре возмещения вреда работнику, пострадавшему на производстве, играет обязательное социальное страхование. Что это такое? Обязательное социальное страхование – это часть государственной системы социальной защиты населения, спецификой которой является осуществляемое в соответствии с федеральным законом страхование работающих граждан от возможного изменения материального и социального положения, в том числе по независимым от них обстоятельствам. Обязательное социальное страхование представляет собой систему создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, направленных на компенсацию и минимизацию последствий изменения материального и социального положения работающих граждан. А в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иных категорий граждан вследствие трудового увечья или профессионального заболевания, инвалидности, травмы, беременности и родов, потери кормильца, а также наступление старости, необходимости получения медицинской помощи, санаторно-курортного лечения и наступление иных установленных законодательством России социальных страховых рисков, подлежащих обязательному социальному страхованию. Ситуация регулируется законом об обязательном социальном страховании, по которому каждый гражданин, который устраивается на работу, должен быть застрахован работодателем в этом фонде. И именно из этого фонда начисляются суммы в счет утраченного здоровья в результате производственной травмы. Материальный вред возмещается и в фонде социального страхования, но моральный вред возмещается непосредственно с работодателя. Это также прямо прописано в законе. Ежемесячное отчисление вынужден делать работодатель для каждого работающего в данный фонд. Фонд социального страхования является той кассой, тем банком, из которого впоследствии делаются выплаты гражданам. Но моральный вред – это есть обязанность работодателя, возместить моральный вред причиненный либо самому человеку, а если он погиб, то его представителям, его семье. С охраной труда у граждан связано немало вопросов. На первый взгляд они элементарные и даже порой наивно звучащие. Однако не все так просто. Давайте разберемся по порядку. Итак, первый из наиболее часто задаваемых вопросов. Если человек по пути на работу попал в аварию, должен ли его работодатель компенсировать затраты, связанные с лечением? Человек, который едет на работу, скажем, если это не табилируется графиком рабочего времени, который является основанием считать этот момент времени рабочим или нет, то он не должен возмещаться работодателем. В случае, если это, допустим, длительная командировка, вахтовый метод работы какой-то, рабочее время начинается с момента, как человек садится в самолет. Тогда да, тогда работодатель несет ответственность. То есть это время уже квалифицируется как рабочее время, время нахождения в командировке. Представим такую ситуацию. Человек отпросился с работы, сказал, что уйдет на пару часов, к зубному надо. И после посещения врача подскальзывается и ломает руку. Вроде бы на работе он не был, но это случилось в рабочее время. На чьей же стороне закон? Любое отсутствие человека на работе должно быть чем-то подтверждено, документально. Работодатель, как правило, является хозяйствующим субъектом. То есть либо это юридическая организация, либо это индивидуальный предприниматель, то есть хозяйствующий субъект. Все отношения между работником и хозяйствующим субъектом, работодателем, должны фиксироваться в письменном виде. И если человек уходит с работы, должно быть официальное разрешение администрации. Иначе говоря, если работник окажется с нечистой совестью и потребует возместить вред, причиненный его здоровью, работодателю еще придется доказать, что в это время человека не было на рабочем месте. Еще один крайне актуальный вопрос связан с использованием личного имущества на работе. Часто бывает, что человек приносит на работу свой ноутбук, потому что ему так удобнее может и дома поработать, и в офисе. Особенно если работа связана с документацией, программированием или, например, журналистикой. Еще один популярный случай использования личного имущества – поездки по рабочим делам на своем автомобиле. А если, не дай бог, что случится, железо не вечное. От активного использования ноутбук может сгореть, а в машине сломаться жизненно важная деталь. Как же должны регламентироваться такие моменты? Если человек использует личное имущество в производственных целях, я считаю, что этому человеку нужно заключать какой-то договор с работодателем. Договор аренды своего имущества, ноутбук, автомобиль и так далее. И в условиях договора предусматривать ответственность. Если это договор аренды и пострадал автомобиль, надо разбираться вследствие чего. Потому что, согласно условиям договора аренды, капитальный ремонт делает собственник. Текущий ремонт делает пользователь имущества. То есть, все эти вещи должны быть прописаны в договоре. Будьте предельно внимательны на работе, да и вообще в жизни. Удачных вам рабочих будней и выходных. С вами была Капитальная грамотность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова